Проверзлый тундр Для Наринмарца Владимира Кислякова родной город не просто малая родина, где родился. Это история его поколения, история его родителей, которые большую часть своей жизни посвятили развитию и становлению Красного города в послевоенные годы. Если отец Иван Федорович Кисляков был коренной северянин, то мама Галина Викторовна была уроженкой Вологодщины. Родители познакомились уже здесь. Мать мою привез старший брат, когда начались голодные времена, это 1932-1936 год. Он ей обещал, говорит, мы поедем в столицу, там такой большой город. И он так и уговорил, она не хотела встретить или ехать. Говорит, мать, как рассказывала, мы с первой как приехали в Вологду, но она никогда не везет. Вот это? Нет, да ты что, там куда больше, куда красивее, поедем там. Привезли в Архангельск. Ну вот это уже точно большой город. Да нет, там еще больше, там вообще такой красивый город. Приходят в судном, высадились на Раптрессе. Вот как раз еще причал только строился, вот этот наш деревянный первый. А где, говорит, город-то? Ну это вот утром встанем, пойдем потом, посмотришь там, там красивый город. Я, говорит, утром просыпаюсь, нет города-то, ничего нет. Он меня обманул. Ну, говорит, три дня поплакала, потом пришли, говорит, ну пойдем на базу работать, что-то все равно не надо, где-то. И вот с тех пор на рыбаке она и так и работала. Отец Владимира, Иван Федорович, ведет свою северную родословную со времен Аввакума, когда приверженцы старой веры селились по берегам Печоры, чтобы быть ближе к своему проповеднику и учителю, неистовому протопопу. Обживали они местечки около будущего Наринмара, угольную и захребетную. Спережили на угольной, а потом их стали выселять, как раз часть кладбища перенесли на завод, там вот старая бельческая такой кусок есть, и вот на это место перенесли. Вот у нас как получилось, там родовое кладбище наши там лежат. Родители Владимира многие годы отдали работе на рыбокомбинате. Сам глава большого семейства Иван Федорович был человек немногословный. Фронтовик, орденоносец, защитник Ленинграда, не любил распространяться ни о предках, старообрядцах, тоже пострадавших от репрессий, ни о войне. Но кое-что сын все же выспросил у бывшего фронтовика. Он был, значит, командиром разведчиков-праведников, но так как они северяне, во-первых, ходить на мере и на лыжах, и в то же время как бы к холоду были бы более приличные. Как раз вчера, между прочим, показывали по телезору Баграмян, это он ввел такое понятие, как разведку боем делать. Значит, прорывается часть военных, их немцы обстреливают, и стоят люди, которые засекают, как их обстреливают, точки потом, куда уже нашли. Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем, для чего, кто сразу разберет. Так кто со мной, с кем идти, так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Ну, это, конечно, негуманная вещь, потому что этот отец им давали, допустим, человек 30, а потом возвращалось человек 10, там, и было, и меньше. Скоро будет Надя с шоколадом, в шесть они подавят нас огнем, хорошо, нам этого и надо, с Богом потихонечку начнем, с кем в другой раз идти, так Борисов, где Леонов, бежи, бейди, тип из второго батальона. Однажды сын провез отца по местам былых сражений, и они даже нашли то место, где Ивана Федоровича ранило. И только там он скупо поведал Володе о том, как все было. Они пошли вдвоем уже тоже пошли, и засекать эти точки также. И миной, короче, накрыло их. И отца ранило в бедро. Он когда ходил в баню, ему все, я гордился, что я там полуспины была, но я гордился, и вот это, конечно, какая негордость не предоставляла. И тот его бросил. Почему для меня предательство самое такое я не люблю, предательство вообще в отношениях. Потому что для меня слово предательство – это воплощение того, что отцу моему пришлось 400 метров ползти. Представляете, двое суток. Ну и, естественно, того расстреляли. Отцу дали вот этот орден звезды. И уже после такого ранения его уже дебилизовали в 1944 году. После войны жизнь пошла своим чередом. Развивались городские хозяйства, росло и подрастало новое послевоенное поколение. Родители почти все время посвящали работе и хозяйственным заботам. Тесные условия проживания в коммуналках и отсутствие досуговых учреждений гнали пацанов на улице, и улица становилась главным учителем жизни. Помнит Владимир, как в детстве ребятишки воевали между собой двор на двор. Поводов для ссор было много, в том числе и территориальные претензии друг к другу. У нас было 32 ребенка. Представляешь, это на то время. В каждой квартире столько семей. И у нас и девчата участвовали в этих драках и все. Их тоже семьи большие были. Там Кожаные жили, Безгиревы, их трое братьев потом. Студинникины. Там тоже их много было. И вот мы с Пирасом Нихинным домом дрались. Благо, почему мы с Нихинным домом... А вот эта площадка, они тоже ее пытались все время занять. Как бы их, чтобы ими играть дело было. Их играть не было. Двора-то играет. А у нас-то, представляешь, такая площадка была за картиной. Тут никто не видит, чем мы там занимаемся. Мы там гигант ставили, качели там. По вечерам более старшие ребята собирались группами. И либо фланировали по улице Смедовича, либо присаживались на крыльце, которое выходило на центральную улицу, и пели песни под гитару. Высоцкого пели песни. Звездочка моя ясная пели. При Лышке пели. Там, где клён шумит. Юрия Антонова, Женя Малысов, он играл на гитаре. Играл на гитаре еще у нас. Потом у Володя Гитфановский. Ну, они в ансамбле играли, и вот они на гитарах играли. Они прекрасно пели. В нашей компании уже гитаристов не было. Ну, у нас вот у патифон был. Шли с колясочкой, с патифона поставим. И с патифона входили. Ходили, в основном, конечно, да, вот от кинотеатра до почты, от кинотеатра, от почты до кинотеатра. Тогда, в 60-х, 70-х годах, почти все дома были на печном отоплении. Современных коммунальных удобств в деревяшках практически не было. Сейчас мы называем ее троеборием, потому что вода, дрова, помой. Это, во-первых, надо было расколоть, а только на одну нашей трепечке уходило 18 кубов дров. Ставили сарай, уже они были запланированы для людей. И перед сараями дрова укладывались в большие костры. Всем дрова получат, а нам долготью, это с длинной брусью, уже обледневшей под осень, вот их навозят, напилим это двухручкой. Приходилось колоть. Сухие-то дрова кололи в сарай, которые побольше на большие чурки расколешь, а летом можно доколоть. Конечно, это приходилось. А почему они помогали друг другу? Сперва придем к одному, у всех уложим, потом к другому, всех уложим, потому что гулять все хотели. Так что вот дружба у нас, это, как бы, цена зародилась с малого. Всеобщим увлечением пацанов было, конечно, главное из искусств кино. В кинотеатре «Арктика», который уже снесен, на иные фильмы были настоящие столпотворения. А ребята проникались сюжетами кинокартин настолько, что, например, после просмотра фильма «Щит» и «Меч» играли в войну. После трех мушкетеров переключались на сражения на шпагах. А после кино про индейцев, где царил Гойкометич, конечно, все заболевали романтикой лесных приключений. А Гойкометич – это в лесу, это не в городе, это в лесу. Это наши районы, это были, где сейчас солнышко стоит, вот это районы были. Все, там у нас и палатки, землянки были. А когда велики появились, это уже было Васькиным, за Васькиным, там у нас землянок было, и ходов там. В 70-х годах популярной спортивной игрой у парней всех возрастов был хоккей. А после легендарных матчей с канадскими профессионалами развитие ледовой игры пошло семимильными шагами. Гоняли шайбы и во дворах и на дорогах. Кто хотел играть по-настоящему на коньках, расчищали площадки на озерах и на реке. Впервые в истории города братья Орловы организовали строительство первой настоящей хоккейной коробки в Качгарте. А в 1974 году, на месте, где сейчас на Смедовиче стоит универмаг, городские ребята объединенными силами построили свою коробку. Материалы для нее добывали где могли и как могли. Поехали на лесозавод и подвезли нас, конечно, нехорошие же доски, подвезли нас к горбам там к этим. Но пока там все отвлеклись, мы, значит, импортные доски надергали, там сверху горбов накидали. Горбы потом тоже ушли на обогревалку, на раздевалку и построили эту хоккейную коробку. По окончании строительства прошел первый чемпионат города по хоккею с шайбой и по глубокому убеждению Владимира Ивановича ничто так не сплачивает молодых людей, как общее дело и спорт. Законы взаимовой ручки и товарищества воспитаны в нем с детских лет, а между друзьями и спорные вопросы решаются просто и весело. Однажды в их компании вышел спор, где находится центр главной улицы Смедовича. А раз Владимир жил именно на ней, то он и утверждал, что центром является их дом. Увовка нет, они говорят, не у тебя там. И стали мерить от первого столба этот, вот Смедовича начало столба и шагометром такой шагомет сделали, там толпа такая у нас идет, пальцы зажимали, чтобы не сбивать. И дошли до нас, вот до нас это 355 метров. А до первого столба, вот столб, где коней, на карманку поворот, вот этот столб, и два шага туда, ну там побольше немножко, вот это будет ровно километр Смедовича. Центром же улицы оказался дом, где в прежние времена жил легендарный партийный деятель Иван Гаучейский. И вспоминая прошлое, Владимир Кисляков, конечно, не может волнующая его тема на сегодняшний день сохранение ряда домов на родной улице в их первозданном виде. Он считает, что оставшиеся еще строения следует реставрировать и чтобы люди продолжали в них жить. В память наших дедов и отцов это необходимо сделать, утверждает Владимир Иванович. Потому что... Кто владеет прошлым, тот владеет настоящим, кто владеет настоящим, тот владеет будущим. Золотои ханы, ханы, тось, Нгемей, ялян, гань, ялуми, Няриянов, мармов, седьмом, и на камы, ялуми, гаданы. Няриянов, мармов, седьмом, и на камы, ялуми, гаданы. В золотою пряжке прискакал новый день полярной красоты. С добрым утром, город Нарьенмар, Красный город сбывшийся мечты. С добрым утром, город Нарьенмар, Красный город сбывшийся мечты.